Не знаю, у вас в подъездах как, вот у нас консьержки сейчас нет, но стали оставлять всякое дерьмо, от патронов до гандона все. Сейчас оставили крест. Что с ним делать? Паша. Почему говорю, то что оставляют начиная от хлеба, всяких булок, каких-то старых туфель, ненужных каких-то старых замызганных платьев, трусов, носков, каких-то коробок, изношенных каких-то портянок и теперь появился вот это вот еще крест. Ну, у кого в голове вообще может быть вообще вот, мне хочется просто увидеть вот этих людей, кто-то это все дерьмо оставляет на первом этаже и кому это все, кто это все забирает. Ну, видимо, кто-то забирает, либо дворник выбрасывает, а здесь еще крест повесили прямо на доске объявлений. Жуть, вот просто жуть. Вон дворник у нас какой молодец, видите, поменяли его и сразу все зашуршало, все сразу заработало. Сразу на нашем этом островке, в три дома, стали все сразу собирать, а то было все заброшено. Мешки появились с листьями. Какая сегодня хорошая снова погода. Солнечная, но все равно уже люди все, видите, в шортах никого нет. В шифоновых платьях никто не бегает, хотя солнце светит. Вот какие красивые у нас кустики. Я вам показывал, спасибо, что сказали, как они называются, но с моей памятью я уже забыл, как они называются. Уже забыл. Вон у нас их сколько по периметру, видите, беленькие все. Чистое небо, голубое, красивое. Отличный денек сегодня, солнечный. Какая у нас все-таки непослушная страна, ребята. Мы говорим про непослушность обыкновенных людей, обывателей, такие как мы. Но у нас еще и самопроизвол сейчас этой ситуации. Паша сегодня прочитал новости, что в Москве просто стоят представители военкомата с полицией, с пустыми бланками. Останавливают людей, выписывают им, как это называется, повестки. В общем, все как-то поперек, что наш президент говорит, а делают совершенно все по-другому. Поэтому видите, как мы в стороне, в какой живем. Страна-то у нас, говорят, хорошая, а то им управляет не очень-то. Вот Владимир Владимирович сказал одно, а местные чинуши делают все совершенно по-другому. Как-то не то, что несправедливо, а как-то непонятно вся эта ситуация. Да, ребят? Приветики всем. Это такой сегодня этот денечек, несмотря что он солнечный. Решил вам рассказать, хотя стараюсь не политизировать свой канал. В общем, по рекомендации Светы, нашей подруги, она частенько ходит в магазин Чижик. Вот, мы решили тоже в него съездить. Оказывается, что он и есть в Москве, а мы об этом не знали. Посмотреть на цены, что там есть, ну, купить там что-нибудь, может быть. Прогуляться. По списку. По списку. По составленному. Заранее списку, чтобы не покупать ничего лишнего. Но в этом списке типа батарейки. Для... Как он называется? Для мышки. Паша сегодня с утра весь прямо из нервничался, что мышка не работает. Ну, и сметана. Пройдемся, прогуляемся. Как вам вчерашний салат? Паша сказал, что... Как ты сказал? Не... Чего? Не повторять? Да. Не повторять. Ну, вот надо записывать было. Фразу твою, да, крылатую. Конечно. Еще скажи. Еще скажи, что это авторские права твои. Конечно. Дегустация выполнена. Не повторять. Дегустация выполнена профессионалами. Да, да. Ой, блин. Это точно. Профессионалами. Ой, господи. Когда все это закончится? А вот уже просто силы мочи нет. Добавляйте кетчуп в салаты. В салаты, да. В общем, я не знаю, почему там был кетчуп. Может быть, кетчуп был какой-то другой. Или томатная паста. Но в рецепте было написано, что кетчуп. В общем, салат мне вообще не понравился, правда. Ну, есть салаты намного вкуснее, которые мы там делали. Просто хорошо, что еще не самые дорогие были продукты потрачены. А так бы совсем было удавиться можно было бы. Майонез со свинтаной. Ой, майонез с кетчупом. Ой, солнышко светит, не видно ничего. А мы поехали за помидорами и за черносливой. И за мандаринами. А что так мандарин? Вот прямо ничего не хочется, хочется мандарин. Вот мандарины. Вчера, кстати, купили вот, которые когда-то, позавчера, эти в магните. Были очень вкусные мандаринки. Знаете, что я хотел еще сказать? Вы там все просили показать вам цены в Березняках. Но я думаю, что в регионах цены примерно одинаковые. Наверное, будут интересны цены, это узнать здесь, в Москве, которые... И будут, насколько они отличаются от регионов. Вот там вот вы, кстати, в комментариях тогда и напишите. И напишите, насколько у вас что дороже, что дешевле. Я знаю, что вот мы с Натальей Бабулей разговаривали. Она говорила о том, что у них очень дорогие фрукты. Слива, что-то тогда там какие-то цены сумасшедшие. И еще что-то там. Ну, в общем, будет просто интересно и нам узнать, насколько дороже, насколько дешевле, что у вас. А в Чижике мы, правда, ни разу не были. Я думал, что ее вообще в Москве нет. Потому что Света как-то говорила, что она там тоже ватчики по большой скидке покупает. Ну, типа там Орбит или что-то там, Дерол. То еще какие-то продукты. И вот интересно туда сходить, посмотреть. Мы с вами прогуляемся. Конечно, полностью видео я не буду засорять Чижиком. Чижик-Пыжик где-то был, на базаре жопу мыл. Вот. А что такое там? Тямо вот так же. Мужик, как же вот так вот достал шапку из кармана. Есть что-то дерганый. Так, почему он дергается? Он нормально, адекватно, вообще. И такой же, как я. Короче. Вот. И посмотрите, и нам напишите, какие у вас на что цены. На рынке потом дома вам придем. Все покажем, что купили. Примерно вам расскажем, а вы нам напишите. Ну, по Чижику так. Прогуляемся быстренько. Мимоходами. Кстати, даже не знаю, что там в нем может продаваться. Что это за магазин, как он выглядит. И вот посмотрим, какого вида сорта виноград. С чем его выпивают и с чем закусывают. Мы едем, едем, едем в далекие края. Прекрасные соседи, веселые друзья. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Тиже-ка собаку. Петьку-забияку. Обезьяна-попугая. Вот компания какая. Представляешь, да человек едет у него столько животных с собой. Он едет в Украину. Автомобиль с украинскими номерами. Кстати, всех россиян, прокуратура или кто он там у нас, быть сказали бдительными. Если вдруг что-то заметите, то в обязательном порядке сообщать. Потому что в Москве предотвратили два теракта. Хотели украинцы сбить два пассажирских самолета. И, короче, этих гридурков поймали. И теперь им грозит пожизненное. Ну, сейчас докажут. Суд, естественно, будет. А потом... А потом будет с ними суп с котом. Как вы считаете? Я считаю, что такие самолеты, типа пассажирские, все остальное, я считаю, что это вообще... Насколько нужно быть просто упырем и ублюдком. Ладно, тебе деньги заплатили там где-то что-то как-то... Ну, против военных какие-то делать, эти штуки. А вот, ну, мирных граждан, там же дети, там же женщины. И вообще, это вот просто вообще шучу. Ну, что если говорить, все они бомбили всю свою... 8 лет Донбасс. Что можно сказать еще? Почему-то вообще посторонние люди. А европейцы... Рано радуются все вот это, что они размножили американцы. Это вся фашистская нечисть. Она потом и к ним туда переползет. Когда их отсюда начнут выжимать окончательно и бесповоротно. Куда им будут деваться со своими идеологиями? Вот они пойдут командовать туда, в Германию обратно. Во Францию, в Латвию, в Литву. Ничего не понимает Евросоюз. Ну, Америка, понятно, за бугром, за океаном. Ну, и до туда тоже доберутся. Скажите, здоровая мать, я же мать или нет? Стоит коляску поставил на дорогу. И стоит копошица. Вот как вы думаете? Мне кажется, не все в порядке у женщины в голове. Рядом тротуар. Поставь коляску на тротуар. Конечно, не заезжаю. Ну, давай тогда разворачиваться. Поехали тогда в этот, может быть, как называется. К этим, где у нас единый торгует. Нет? А? Как ты считаешь, либо туда вставать? Вот подкаст женщин, я же мать. Говорит о их вседозволенности. О вседоступности. То есть, она остановилась на однополосной дороге, которая идет в правую сторону, в сторону рынка. Она остановила машину свою, эту дорогостоящую. И пошла. Потому что она с ребенком. Она так считает. Я же мать, я же с ребенком. То есть, вот насколько вот это, да, я прошу прощения у женщин сразу же. Насколько просто вот эти вот есть, так скажем, сегмент вот таких вот людей, женщин, которые себя считают, я же мать, и мне все можно. То есть, можно обвинять других женщин, других женщин с тем, что у них дети инвалиды. И, значит, помните, была эта история по весне, что нельзя, что нельзя это, вот так называется. Вообще, она обнаглели, конечно, что нельзя. Вот еще одна приехала чудо. Вот видите, я сделал. Я развернулся обратно и встал в конец очереди. А эти машины посчитали, видимо, что они, значит, сюда едут, и можно им вперед встать. Вот тоже в кронокрасной машине, там, которая перестает, значит, я что это... Она ей так можно это делать. То есть, все здесь просто так стоят. Я бы сейчас вышел и сказал, едьте обратно. Как вы относитесь к таким женщинам? Я же мать, так называемый. Сколько этих роликов было? Выгоняют с площадок других женщин с детьми, инвалидами, ограниченными в каких-то действиях либо еще что-то. Конечно, можно с ума сойти. Так, ладно, заезжаем на рынок. Так, вот на рынке, посмотрите, цену. В принципе, они везде одинаковые, по всему рынку ходить не будем. Вот помидоры, например. Мохитос, 130 рублей. Хорошо. Картошка по 50, по 60. По 100 мелкая. Лук по 60. По 120. Огурцы по 150. Помидоры вот даже есть по 200. Вот такие какие-то. Такая капуста. Перец по 80. Баклажаны по 60. Лук. Баклажаны по 200. Яблоки по 150. Ну и перец по 150. А это я забыл, как называется Ах, калераби. Ну, калераби я не знаю, сколько стоит. О, смотрите, какая редиска. Смотрите, вот это редиска, так редиска. Это редиска такая, аа, 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 я думаю, только редиска. Репа, репка. Там орешки по 450 рублей. Какие какие-то фундук. Красивые какие орешки. Я, кстати, не видел, что они растут. Помните, я вам показывал в блоге где-то на юге, а как, что с ними дальше делать. Их же надо чистить, получается, сушить, либо еще что-то. мандарины 250, виноград 120. Персики. Что, о, что-то все пусто, смотри. Ну, что, наверх пойдем смотреть или... Здесь? 160. Мандарины. Курма появилась, но она, видите, такая еще зеленая какая-то, твердая. Без цены. Инжиры 250, чернослив 100. Ага, спасибо большое. Груша 200, виноград 120. Самый дешевый, виноград самый дешевый сейчас, 120, 120, 100 рублей. Так, ну, пойдем куда? Можно здесь вот зайти купить, да и все. Мандаринки больше, здесь же ничего не будем брать. Ну, пойдем тогда искать мандаринку. Может быть. Эка, две мамы слои? Дедина. Соседедина. Да. Да. Так, хурма по 250. Вон какие грибочки, но без цены. Дыня без цены, арбузы без цены. Очень много продуктов, кстати, появилось, как на рижском рынке, все практически без цены. Просто целые киоски с продуктами и цен нет. Кто какого вида, кто кому как предложит. мандарины, мандарины за 250 рублей, смысла брать нет, потому что мы вот позавчера взяли магниты, магниты взяли, за 120 рублей, 120 рублей, очень вкусные мандарины. смысла особого нет на рынке брать. И стали замечать, что на рынке цены намного, например, выше, чем лимон 200, груша 150, гранат 180. Вот. И этот, как называется, некоторые продукты завышенной цены на рынке. Мы же привыкли с вами наоборот, чтобы было дешевле. Что-то. Ягоды. Что это у нас? Боярышник 200, каштан 600, инжир 250, грецкий орех 250, калина 200, клюква 300, смородина красная 600, кизил 300, облепиха 650. Ну, ничего. Видите, цены такие. Все, выходим туда? Да. Не можем чижико найти. Чижик, чижик, чижико. Наверное, там вход. По кругу ходим, ходим в здание. Туда, наверное, подняемся. Я не знаю, почему я же матерей. Вот, есть вроде как женщины нормальные. Понятно, что каждый мать или отец переживает за своего ребенка и старается сделать самое лучшее для него. Но вот у некоторых почему-то башню сворачивает так, что то ли гормоны у женщин так играют, либо они думают, что они лучше всех и их дети лучше, чем другие. Вообще, я, конечно, иногда в шоке от того, что посмотришь в интернете от того, что происходит. Что ты? Чижик. Чижик. Нашли чижик. Чижико. Давай возьмем эту тележечку. С ней удобнее ездить. Чижико. Чижико. Что это? Баранки по 54. А? Сушки, баранки, пряники вот по 59. Шоколадные. Ряники. Крики рыбок 44. Что это? Такое варенье по 179. Да. Кексы по 100 рублей. Нет, такое не ем же. Вот, пожалуйста. Очень мягкое. Очень сочные. Печеньки. Печеньки как кокмастер. Вот это же. Курабье. Кокмастер. Ну, бери, хочешь. Тут, по крайней мере, пока мы зашли, одни эти кузы по 44 рубля. Барни новогодние по 79. Что это самое? Да, тут только музыка играет. Ну, в принципе, пофиг. Забанит, забанит этот YouTube. Общая. Кстати, магазины должны платить за музыку. Авторские права. Ведется видеонаблюдение. Шоколадки вон. Альпингольд по 54 рубля. Но они сейчас в видеомагазинах по 100 и выше. Это о чем? Мармеладок. Я не знаю, насколько он вкусный. По чем он? 89 рублей. Не знаю, смотри сам. Вот маска по 119 рублей, например, есть. Белочка по 139. Эти родфронтовские, вкусные очень, как их зовут. Батончики по 99 рублей. Шоколад киндер по 89 рублей. Интересненько. Но дешевле некоторые продукты. Я прямо тут под колонкой встал, наорет во всю катушку. чай нам кстати надо было. Байковый. А? Байковый. Пакетированного нет что ли? Киндер пингвик. Смотрите, вот он киндер пингвик. В магазине сейчас стоит около 80 наверное рублей. А здесь 46 возьмите попробовать. Причем и ломтики по 37 ну возьму так вот по 2 штучки к чаю на вечер. В сварке обыкновенные вот эти вот Росагрокомплекс по 24 рубля. В магазинах они тоже уже около 50 рублей. Александров бывший сейчас он не Александров а тоже Росагрокомплекс называется по 50 рублей. В магазинах он рублей тоже по 70 с лишним. сметан 15 или 20 20 наверное процентную давай возьмем. Сахар без цены а нет вот сахар 59 рублей сода по 29 сахар рафинат по 89 ну калининградская только крышки надо стащить где-то крышку для нее вот например отсюда вот отсюда крышку надо стащить потому что потом неудобно я уже привык что эти пластиковые крышки есть яйцо вон по 54 сыр ну давай возьмем какой-то сыр так сыр наконец-таки отошла то убирала между двух кусков так вот есть какой-то по 529 сыр ну паша говорит делает московская власть святаева первый раз такое слышу молоко нормализованное постерилизованное ну в принципе вроде как состав ничего ешек не так много есть нарезка гауда нарезка есть вот такой жидкий или как он называется сливочный плавленый сыр 169 каратовский вот эти вот сырки по 37 рублей так это что сулугуни по 180 российский по 529 телезир по 120 по 529 50% жирности кого давай ну вроде там составит ничего голландский либо телезир наверное нет нет ну бери тогда голландский я не знаю попробуем 3 куска что ли вес посмотрю вот и там вес у нас одинаковый сейчас как-то бабка будешь 10 граммах рыться где больше на 10 грамм а вот смотри крап 100 или там в дикси бывает подешевле вот это вот подкопченая не будем наверное лень так колбаса какая-то вон венеры даже не знаю что за венер 139 рублей броншведская колбаса делает московская область дмитров чешкизова сальчичон по 99 рублей нарезка что-то такое карбонат по чем он по 89 рублей сосиски какие-то но это все дмитров видимо делает клин вот например клиновские сосиски по 219 рублей молочные холодец по 109 рублей тоже диво а это нет диво это что-то другое это кто делает коломна ну вот знаменитый паштет во всех мне кажется магазинах продается по 79 игоревский по 79 рублей гречка а пакетики посмотрел по сколько грамм 5 пакетиков ну да нормальные до 74 рубля ну такой щедрый год я не знаю что там за гречка челябинский масло масло по 109 рублей по 119 рублей оливковое по 349 килька до консервации дошли Паша проверяет брали кильку то есть горбушу то и делали салат из хорошей компашки а здесь горбуша ну шпроты Псковская область а горбуша кстати по 79 рублей а горбуша производство тоже Псковская область не знаю насколько хорошо или плохо 119 оливки маслины по 99 господи какая громкая вот смотри сейчас они есть это значит не на неделю 7 шеф какая громкая всем рассказала насколько и чипсов хватит так помидор помидорки по 99 огурчики маленькие 129 почему ты не понимаешь почему огурцы так дорого стали стоить но это еще ладно 129 ну вот такие маленькие баночки по 119 по 199 что это такое паприка ну давай паприку возьмем закончилось по 29 рублей ну цены намного ниже кстати на многие продукты цены действительно ниже только единственное что неизвестный производитель кто это делает ну туалетная бумага за 139 8 рулонов трехслойная зачем ты туда полез ты видишь то что там это она там не может распределиться что и на 6 дней а что на 5 хватит мороженого нет видишь все пусто кстати вот это все видишь много очень этих как это вот иди пожалуйста эту сниму вот это фирма святаева святаева челябинская область очень много про этих но только ради эксперимента но пробуй я не буду я не буду мыло кстати по 29 рублей вот это хорошее мне кажется мыло детское но раньше по крайней мере мама дала знаю да вот такое кстати мыло стали продавать крестьянское хорошее нехорошее кто знает напишите в комментариях соевый соус по 49 в общем тарелки о ну вот это очень дорого вот это чрезвычайно дорого 300 рублей это дорого миксер за 600 оборотов там наверное совсем маленькие детские пивная молишь отчаянная куш кофейная 100 рублей тарелка серого этого серого я не знаю кого надо читать кто следующий год не знаю вот те чижик цена 2223 ты думаешь а люди там тележками берут у них вообще тогда что по 10000 2223 рубля но если только учитывать что мы взяли полотенце за 300 ничего еще ну что как мороженое дает кушу кухня мороженка нет вкусно ну мне кажется что много продуктов привозят по региону хотя видите очень много псковских продуктов челябинских мне мне кажется это ну в регионах мне кажется например в каких-то чего-то больше чего-то меньше до Москвы например да и возят Челябинск хотя не знаю я в Чижике ни разу не был вот первый раз были